В этот день, 29 марта 1622 года, родился Алексей Михайлович Романов, второй русский царь из рода Романовых, отец Петра Великого. Алексей Михайлович вошел в историю под прозвищем Тишайшего. В этом есть определенная ирония. Один из самых энергичных русских царей. Его сын Петр Великий явно пошел этим в отца. Да еще и правивший век названный бунташным. Надо понимать, что в 17 веке слово Тишайший значило вовсе не свойство темпераметра, а христианское смирение, благочестие. Алексей Михайлович и правда проводил много времени в традиционных богомолях, часто посещая отдаленные обители. Хотя и шумную охоту любил тоже. Энергичный царь не раз проводил сложные, не всегда популярные реформы, как минимум дважды с налогом на соль и медной монетой. Это вылилось в обширные народные восстания. Довелось ему стать усмирителем из самого большого внутреннего мятежа эпохи под главенством Стеньки Разина. И начало церковного раскола пало на это же царствование. Но те же внутренние шатания перевели к тому, что государь стал у истоков одного из самых удачных и долговечных законодательных актов в истории России. Специальным собором было утверждено уложение, единый свод законов, чтобы у московского государства всяких чинов людям, от большего и до меньшого чина суд и расправа, было во всяких делях всем ровно. Всей России единый закон. А еще при Тишайшем Царе впервые появилась придворная газета, качественная чеканка монет, армия на европейский манер, первый большой парусник, фрегат Орел. Его увлекала музыка, охота и писание воспоминаний, что было делом просто невиданным на Руси. Алексей Михайлович был отцом 16 детей. И один из них, Петр, многие из начинаний своего батюшки довел до логической завершенности. Также 27 марта родились фельдмаршал Захарий Чернышев. Его войска впервые в российской истории в 1760 году взяли Берлин. Алексей Куропаткин – блестящий военный министр. Он оказался посредственным полководцем, раз за разом проигрывая все битвы русско-японской войны. В этот день, 27 марта 1823 года, был заложен корабль «Метеор» – первый пароход военно-морских сил России. В 1815 году близ Петербурга пошла Елизавета – судно с паровой машиной. Первая в России. И морской офицер Петр Рекорд в подробном описании «Вояжа» назвал судно пароходом. И как оно без течения ветра идет в час по 10 верст. И вот уже на юге, на Черном море, заложен первый боевой пароход – «Метеор». Хотя военные с некоторой неохотой принимали в строй такой корабль. Первый пароход был колесным. При хорошей волне лопатки колес то погружались в воду, то поднимались из нее, что понижало КПД двигателей. И уж тем более в морском бою они были очень уязвимы для ядер врага. Однако «Метеор» встал в строй и тут же утер нос всем скептикам. В 1828 году началась война с Урцией. И в столицу доносили, как особенно помог русскому десанту пароход «Метеор», который, имея небольшую осадку и свободу передвижения, переходил с одного места на другое и пушками выбивал черкесов из их укрытий. А потом успешно блокировал морской порт «Варну». Но прослужил пароход «Беревенец» недолго. В 1839 году его из-за старости конструкции разобрали. Уж очень быстро развивались новые технологии. 29 марта 1858 года в Санкт-Петербурге была открыта первая в стране женская гимнастия. Справедливо будет сказать, что первой, особенно много ли женского образования, сделала Екатерина Великая. По ее подчину был открыт Смольный институт благородных девиц. Однако там имели право учиться только девушки дворянского происхождения. Идея гимназического учебного заведения только для девочек из всех сословий витала в воздухе. Главным проводником этого проекта уже в середине XIX века стал педагог Николай Вышнеградский, старший брат одного из лучших министров финансов империи Ивана Вышнеградского. Он нашел меценатов, которые поддержали идею, дали средств. Одним из таких людей стала императрица Мария Александровна, женщина, посвятившая себя благотворительности. Она стояла у истоков не только женского образования, но и Красного Креста в России. Его именем и назвали учреждение «Мариинская женская гимназия». В классы сразу вошли 162 ученицы в возрасте от 9 лет. Программа обучения была насыщенной. Литература, география, история, закон Божий, естественные науки. Женское образование в России сделало гигантский шаг вперед. 29 марта 1873 года Лев Толстой начал работу над романом Анна Каренина. 29 марта 1955 года прошла защита докторской диссертации Юрия Кнорозова, который дешифровал письменность «Майя» цивилизации Центральной Америки. Раньше это считалось нереальным. Таким был этот день, 29 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова